Всем привет, дорогие друзья, с вами шоу Балдежный подкаст. Сегодня у нас в гостях Лида и также Руслан Крэзи Мега Хелл. Всех поприветствуйте. Балдеж, балдеж, балдежный подкаст. Балдеж, балдеж, балдежный подкаст. Сегодня у нас будет необычный подкаст. Помимо общения у нас сегодня будет даже некий акустический концерт, потому что... Квартирник. Квартирник, да. Это раньше так называлось в Советском Союзе. Квартирник. Мне, на самом деле, немножко неловко сейчас находиться в школе, потому что в последний раз, когда мы с тобой виделись, я был очень сильно пьяным. Я помню. Да, и, честно сказать, я не ожидал. Я что-то взял в бутылку Джека Дэниелса, думал, типа, ну, там, со всеми разопью и прочее. Классная была история, что Руслан меня раз, наверное, 30 спросил перед этим, у тебя точно ни с кем нет конфликтов? И я говорю, точно, 100% ни с кем. И первая секунда, как я приезжаю на ту тусовочку, ты говоришь, ну что, пойдем поговорим. Лера, б***ь, она начинает искать Руслана, чтобы ты меня не обидел. А я уже водку с горлопил вообще. Да, да, да. На голодный желудок. Я с тобой отхожу, я уже такой думаю, ну, все, до свидания. И ты такой начинаешь, ну, там, то, что ты говорил. Я такой, ну, да. И мы с тобой тыры-пыры, и туда-сюда. Не, ну, я рад, что, на самом деле, все закончилось хорошо, потому что, честно сказать, просто повезло, наверное, и мне, потому что не хотел бы я, Грех, надо уж взять такое, честно сказать, все-таки. А ты бы, если бы ты был еще чуть-чуть более пьяный, ну, и решил бы ты, ну, не спрашивать меня, просто подошел? Я бы, наверное, просто не спрашивал, честно сказать. Вот это было, я был на той грани, когда вот уже, типа, еще вот несколько глоточков, и вот все, крыша едет. Я так не напивался, наверное, со времен школьных, потому что, типа, ну... А, да? Ну, я рад, что все хорошо, прекрасно тогда провели время. Да, мне понравилось. Прекрасный голос имеет, отлично играет. Спасибо большое, Голос ангельский. Голос ангельский. Слушайте, я рад, на самом деле, что сейчас вообще, ну, вот пошла какая-то не рэп-движуха, а именно электродвижуха. Это больше похоже на музыку, нежели, ну, вот, что было там на протяжении, я не знаю, последних лет десяти, пятнадцати. Ленинград Электроклуб. Слушайте, альбом 19 февраля, а у Джей Спиди выйдет. 29 февраля. Подожди, у Джей Спиди, я думал, у тебя релиз будет. А у меня 19 февраля. А когда это выйдет, возможно, уже альбом, кстати, вышел. Так что слушайте, на всех площадках. Слушай, подожди, а у тебя у вас был совместный фит или нет? Нет, ни одного, ты чего? Чайпашка была, стикер был, у нас еще один записан, он выйдет. Ну, может, уже вышел. Вы, скорее всего, это уже хит мировой. Может, мы уже на яхте где-то там. Мы, кстати, сейчас снимаем это в той самой комнате грязи во дворце Путина в Геленджике. Комната грязи, помните, была? У вас не всегда так на грани ходишь, да, какой-то? Вот, типа, не получишь пизды от кого-то. Да, от кого я это слышу. Как-то раз чуть из-за него один мой друг в Белоруссию мог не уехать. В смысле, он просто во влоге Лукашенко назвал хорошим словом, я это вырезал уже. А кто заставлял его сказать? Ну, я сказал, Лукашенко, ну, крутой? Он говорит, да, да, да. Ну, крутой? Да, да, да. Из-за него нам как-то раз чуть не дали, ну, не один раз, но вот один самый яркий раз, когда нам чуть из-за него не дали. Это было, короче, мы снимали где-то в подворотнях Питера, где раньше был офис наших коллег бывших. Там было хорошее оборудование, дорогая камера. Где семнашка, только чуть там в другой стороне. Ну, лютые какие-то дворы. И вот мы снимаем, у нас там человек семь стоит и прочее. И стоит толпа гопанов откровенных. А там общага, и там алкаши живут. Там не только общага, там вообще какое-то сборище сумасшедших дурных. И стоят 20 человек, пьяные. Один самый пьяный, лысый, здоровый мужик. Подходит такой... А чем вы тут снимаете все дела? И вот с ним в диалог решил вступиться. То ли я сказал физрука, то ли брат 3 мы снимаем. Брат 3 месть Кармадонского ущелья, сказал. А он пьяный, он не понимает. И видно, что он злится, пи***ц как, чуть ли кулаки не сжимает. А это продолжает прикалываться, прикалываться, ему все смешно. Это только один из миллионов случаев, когда нам чуть из тебя не врезали по роже. Они все майнкрафтеры такие. У меня есть друг Стинт, с которым как раз начинал Руслан. То же самое вот буквально недавно произошло. Была тусовка, меня позвали, я не пошел, потому что что-то болел. И к ним там был братишкин, вот Стинт, там такая тусовочка типа стримеров была. И просто подходит такой чел, просто просил какой-то вопрос. И Стинт решил, что нужно с ним поразговаривать, поприкалываться над ним. До довода прикалывались, что тип говорит, подержи, пожалуйста, мое бухло и пойду пасу. Стинт говорит, окей, я подержу твое бухло, конечно, брат. Стоял, ждал, пока он сын, говорит, а пойдем. Поставил его в бухло, они начали отходить. Тот тип такой, вы че, подлетает к этой компании, говорит, кто тот самый дерзкий был, которым что-то мое бухло спрятал. Стинт такой говорит, ну я. Начинается бычка, подходят люди, все вокруг, и как только они подошли, из тачки того типа вылезают еще где-то четыре типа, и подходят и начинают лещей всем раздавать. Собственно, мне сейчас интересно, какая движуха. То есть, получается, ну, сейчас происходит некое смешение жанров музыкального. То есть, нельзя же просто там, типа, делать рэп или делать электронщину. Есть же все равно какой-то там плюс один, грубо говоря. То есть, я, как понимаю, у тебя больше такое сейчас, более поп-панковское направление или чисто панковское? Панковского вообще нет. Я просто слушаю разную музыку и люблю делать разную музыку. У меня нет какого-то определенного направления, но меня почему-то приписывают всех хэппи-хардкору. Я так подозреваю... У тебя на обложке, блядь, написано «Королева хэппи-хардкора». В смысле приписывают? Это я написал как раз потому, что мне приписывают. Из мемов типа. Да, по той причине, что я, наверное, популяризирую этот стиль в России, потому что его вообще в России не было. Да, недавно, ну, буквально год-два назад вообще никто не знал, что такое хэппи-хардкор. Нет, его вообще нет. Ну, в России никто под него, ну, не делал рэп. Читку. Не читку, не пел вообще. Просто были какие-то диджеи, может быть, у которых там, ну, тысяча подписчиков максимум. Ну, вот я и говорю, да, никто о них не знал, и я случайно нашел, что такое хэппи-хардкор, увидел какой-то минус, такой, о, отлично. Я тогда еще не знал вообще, что такое дистрибьюция, и такой думаю, я сейчас, короче, запишу под этот минус, и будет круто. Записал. Я не знал, что нельзя записывать, я думал, ну, что такое авторское право, я тоже особо не был. Серло был? Да, да, под серло записал. Один трек, второй трек, выпустил два клипа друг за другом, они набрали прям, ну, там, по ляму, я такой, вау. А это не бит, это прям законченный трек был. Да, да, я его нарезал, как бит, чтобы он звучал, чтобы был куплет, припев, куплет, припев. Потом Серло пишет какой-то твит у себя в твиттере про меня, и там как-то он так написал, что в переводчике я сделал, и непонятно, он как бы говорит, что я нормальный чувак, или что я х**лос, что я взял его минус. И я сидел, думал, думаю, блин, блин, что за херня, нужно, наверное, с ним как-то списаться, чтобы решить вопрос. Написал у него в комментариях под каким-то треком в ютубе, типа, напиши мне на почту. Он мне пишет на почту, привет, я тебя уже писал на почту, на другую. Я такой, так, чтоб что он мне написал на другую почту, захожу. Кстати, ты, наверное, не понимаешь, что такое серло, это очень популярный хэппи-хардкор диджей вообще в мире. Он австралист, этому по-русски вообще не говорит, но на западе очень популярный. Он только из Австралии. Я понял. Классное объяснение. Вот, и я смотрю сообщение, он мне пишет, привет, давай сделаем коллаб. Я такой, вааа. Ну, то есть для меня серло... То есть подожди, а ты у него, по сути, взял бит, да? Да, да, я просто взял вообще на п***. А потом мне Витя СД рассказал, что есть дистрибьюция, что можно за третий получать деньги, когда ты их выкладываешь. А я еще остался, ну, на то время я думал... Это было где-то год-два назад или совсем... Года два с половиной назад это было. Я-то просто, честно сказать, твой клип видел, ну, на самом деле, давно. Может, года три назад, первый на Ютубе. Возможно, да. Тогда я просто выпускал без монетизации абсолютно. Там только с Ютуба что-то шло, но там, ну, на Ютубе ты сам знаешь, если ты клип выпускаешь, там особо не идет. Там с миллионом просмотров долларов, дай бог, 150-го. Да и то, это даже... Много, точнее, извините за мат. И, следовательно, я такой, вау, классно, диджей сериал написал, значит, сейчас будем коллабить. И заколлабили, на его канал сделали клип, и я прям так рад был. И как-то вот ко мне привязалось, потому что у меня где-то есть пять треков, которые в хэппи-хардкор-жанре. И мне вот до сих пор пишут все, ты там основатель хэппи-хардкора. И я такой, да. Слушай, я не понимаю, откуда у тебя были деньги, чтобы снять вообще первые клипы? Потому что, ну, они... Не, я... Ну, подожди, ты же не с блогинга начинал, то есть как донаты просто, что ли, тебе пошли? Песни про блогу. Я начинал... Тебе интересно, как я начинал? Ну, смотри, я начинал вообще... Давай пойдем с самого начала. Начинал я с музыкальной школы, и мне это очень сильно не нравилось. Я думал, какого хера я туда хожу, но родители очень сильно заставляли. Ты хочешь... А почему именно? По фортепиано. Потом они меня отправили после музыкальной школы в консерваторию. Я в консерваторию на музыкальной... Это, получается, уже образование было полноценное музыкальное? Ну, более-менее такое, да. Ну, то есть не высшее, а такое полу... Ну, я понял, средне-специальное? Да, да, да. Но петь ты сыро в караоке научился. Петь, да, в караоке. Ну, я сейчас потом расскажу. Когда мне понравилась прям музыкой заниматься, в тот момент, когда мы с мамой, после того, как я... После одного из занятий я зашел в магазин и видел там, ну, вот эти вот ноты. Такие нотные книжки, где можно, типа, играть. Да, я очень любил фильм «Властелин колец» и «Звездные войны». Да, я... И я такой смотрю, блин, класс, я то есть смогу играть эти мелодии. Я взял, как наиграл, как такой... Музыка, это круто. И после этого как-то начал сам что-то пытаться писать. Потом у меня в школе группа появилась. И потом мы начали делать поп-рок. Потом мы начали... А вы поп-рок на кого ориентировались? Начинали с кавера на B2. Ну, это же не поп-рок, вроде, они исполняют. Ну, а мы делали поп-рок. Начинали мы с кавера на B2. Свои песни были такой поп-роковские. Я еще помню, у меня папа, он пишет стихи. Я говорю, пап, есть какой-нибудь стих прикольный? Он говорит, да, есть вот такой. Я говорю, давай я под него песню сделаю. А у тебя отец сидел? Нет. А у тебя? Я сидел. Понимаю. Да что ты выдумываешь? Нет, он реально с телом полтора года еще сказал много раз. Я сам просто в свое время был помоложе, играл в группах, да? Ну, не снискавших какого-либо популярного. Ну, ты в меру так занимался. Да, в меру. И для меня... Ну, я всю жизнь играл по табам. То есть для меня ноты, это был какой-то густой... Потому что ты в музыкальную школу не ходил. Думаешь, из-за этого? Из-за этого. А самостоятельно это не сделать никак? Ну, как ты аккорд называешь? АМФ? В музыкальной школе, понимаешь, тебе прививают... Там строится в основном понимание ноты из-за диктантов. Там такая тема, типа... Ты не видишь ноты, и тебе наигрывает человек на фортепиано ноты. И ты должен их переписать, как вот буквы этих диктантов в школе делали. Ты должен переписать слова грамотно. Точно так же ты должен переписать только по нотам то, что ты слышишь. Как вот были диктанты в школе. Вот такая же херня. И это прививает тебе понимание, где какая нота, как она звучит, и какой там интервал между нотами и так далее. Это на слуг влияет. И вот у меня тогда появился слух, вокал более... Ну, такой, который сейчас есть. Получился, когда я ходил в караоке, где-то, наверное, полгода подряд каждый день, я пел очень плохо. Ходил в караоке полгода подряд, научился петь. Слушай, а разве, если ты ноты не знаешь, ну, если ты, наоборот, знаешь ноты, то тебе петь не легче становится? Ты же понимаешь, какую нужно сейчас поднять ноту? Там смысл не в нотах, там смысл в поним... Как ты чувствуешь это? Слух развивается. Развивается слух, и ты дотягиваешь до той ноты, которая тебе нужна. Кажется, знание нот нужно, чтобы писать именно в FL-ке там, то есть во всем лоджике, ну типа... Не-не-не, не оправдывайся. Не-не, ну я вот... А ты сам ноты знаешь? Аэ, мэ, вот... Да, это все, это ноты. Это не аккорды, это ноты. Может, там ля, минус, сима, ну, мажор. Да, ля, мажор, да. В смысле, а ты будешь... Ля, мажор. Ля, мажор. Ля. Вот и поговорили, Руслан. Мне нравится с Русланом о музыке говорить, вот всегда очень интересно. Ля, музыка... Ну, мне кажется, Сергу смешнее. Слушай, ну вот... На самом деле, вот я лично считаю... Ну, у меня дилетантское мнение, понятное дело, на это счет. Я считаю, это невероятно талантливый человек. Конечно. Буквально за пять минут, вот просто такой, типа... Я говорю, Руслан, давай хит напиши. Он такой... Он такой... Скачать бит? Я не выдумываю. Он такой, ну вот я что-то написал. Немножко ноты и прочее. И там всех сыграл, всех сыграл. Это же Кузьма, он всех сыграл. Он начинает исполнять, и это реально звучит... Вот просто... Да, 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 да. Мне нравится очень сильно Руслана песня. Особенно вот «Монстры», наверное, так же было написано. Несколько мы стикер писали, мы такие... Нужна песня. Чего любят девчонки? Они все хотят переехать в Питер. И мы такие... Питер. И мы писали еще слово. А какое модное слово? Стикер. Это ж модное слово. Стикер это модное слово, я думаю. Очень модное. А вот устаревшее сейчас слово. Нет, это модное слово. Все, что было нужно лет 20 назад, теперь нужно опять. То есть сейчас возвращается мода на Грин Дэй, на Олф Спринг, на... Ты слышал сейчас поп-рок, как звучит? Ну, я слышал, их делают очень мало, во-первых, этого поп-рока. Я вот слышал последний клип Славы, вроде как, смотрел. Он был в поп-рок стиле. Пост-панк там скорее даже был у Славы какой-то. Ну, не знаю. Это ты про какой? Я хочу умереть. Где он играет на гитаре, на сцене? Это пост-панк. Пост-панк. Нет, нет, пост-панк, он более грузный. Это какой-то... Даже я, ну, я не особо эксперт. Мне кажется, это что-то поп, наверное. Нам такое грузило просто было, ну, типа, именно суперминорное. Я не знаю, но поп-панк это точно и похоже такое. Что-то... Ну, вот мы услышали экспертное мнение от Руслана. Чипсы, кстати, вкусные были, если вам интересно. Ну, людям. То есть ты думаешь, что сейчас будет циклично все это дело происходить? Так оно же везде цикличное. Сейчас просто такое, как мне кажется, время, когда, ну, особо нового, прям вот кардинально ничего не придумывается. Даже все фильмы, все игры, это ремейки, по факту. Мафия, там, остальные нового, прям вот кардинально нового, выходит очень мало. Ну, то есть это даже не про музыку, про все. Да-да, вот эти вот моды на... Вот эти старые ретро-фильмы. Ну, вот Давид бы, GSPD собрал бы 7,5 тысяч человек, если бы не возвращалась мода. Он бы... Уже бы все бы на это забили хуй. Поп-культура называется. Не клип этого попеечного, а поп-культура. Вот это вот фильмы «Назад в будущее», ретро-вейв, вот это все. Ну, это все на ностальгии играет. То есть, когда ты в детстве что-то воспринимал, у тебя от этого стоят столько позитивные эмоции, потому что ты особо не помнишь, что в детстве было плохое. Ты вот если что-то вспоминаешь из детства, то только хорошее. И любые ассоциации с детством, тебе какой-то вот, да. Слушай, ну, поп-анк же это все-таки, ну, это все-таки, там, Bloodhound Gang, у меня ассоциация по крайней мере. Green Day, Offspring, то есть такие группы. Вот. Но у нас, вот 20 лет назад, это же все-таки были всякие «Черно-белые дни», там, «Аматори», «Стигматы» группы. Довольно грустные песни. Блин, где-нибудь солисты, я не мол, джаза, 50 лет почти. Был 48 лет, чувак. Ну, подожди, это когда, это в каком году? 2007-й. 2005-2006-2007, да, где-то такие. Ты помнишь эти годы? Ну, все, так ты тоже должен помнить. Да, ты тоже, тоже, что ты, блин. Ну, я помню. Мы с тобой овестники, на самом деле. Ну, не знаю, я слушал тогда и панкушные группы, типа полтора кг отличного пюре. Бетонная мешалка, блин, да. Там были, были панкушные, очень много было панкушных групп, просто они были такие, более-менее чуть-чуть, паш-фиш, не знаешь такое? Не. Кошки джем прикольный, вот это солнце, купи мне гитару, научи курить план. Тоже было классно. Пилот, чача, все вот эти. Может, можно стикеры исполнить? Давай чем-то старые исполним, я за. Сектор газа, я хотел на могилу хоя. Я думал, ты как-то подведешь к этому, ну давай. Просто все на стену ЦО отрочили, а я отрочил на то, что раз в год собирались в Воронеже, на кладбище, где Юра ходит, там стена тоже целая в граффите. И сидели чуваки пели, там я бычок поднили, ему горький дым затемит. А вы знаете, сектор газа вечером на лавочке, нет? Вечером на лавочке парочка сидит, слышит звук тальяночки, вся деревня спит. Не, я не шарю. А пошел ты. Ну тогда давайте что-нибудь из старенького. Давай я буду сэрбит в Майнкрафте. Ты готов? Давай я буду акомпанировать. Давай смотри, я хочу, чтобы первый припев ты спел. Не, 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 вместе так будем. Хорошо. Я подарю тебе небо, подарю тебе Ститер, подарю тебе лето, покажу тебе Питер, покажу тебе Питер, покажу тебе Питер. Я подарю тебе небо, подарю тебе Ститер, Подарю тебе лето, покажу тебе Питер Покажу тебе Питер, покажи тебе Питер Снимешь свои тусики, сделаю кусочки Настроение джузи, с тобой колики, росики На сквозе, все насчет тусовки Мы смотрим интернет, а у тебя в СПБ Передай своим привет Эй, мяу, качите мешок, бебяу Путь на позитиве, детка, ведь с тобой Пой клям, не за п***, насарау Мы по питерским парам Убегаем далеко и не вернемся никогда Никогда Я подарю тебе небо, подарю тебе ститер Подарю тебе лето, покажу тебе Питер Покажу тебе Питер, покажу тебе Питер Собираю тебя Я подарю тебе небо, подарю тебе ститер Подарю тебе лето, покажу тебе Питер Покажу тебе Питер, покажу тебе Питер Собираю тебя Давай, Руся Детка, хочу ты мейкап Там, кажется, ты в клуб, самый новый С-класс Там играет майк лав, а самый сильный кайстал Он не заставит мне сказать, как я люблю тебя Я заберу тебя на край света Ты прыгаешь на деки с порог лета И на целую подлетают те, кто целуется с тобой Опять от ночи до рассвета Я подарю тебе небо, подарю тебе ститер Подарю тебе лето, покажу тебе Питер Покажу тебе Питер, покажу тебе Питер Я забираю тебя, а-а-а-а Я подарю тебе небо, подарю тебе ститер Подарю тебе лето, покажу тебе Питер Покажу тебе Питер, покажу тебе Питер Я забираю тебя, а-а-а-а Ну брау, брау, брау Слушай, ты не убирай-то далеко, раз уж началась такая байда Может что-нибудь из такого старенького? Давай чипашку старенького Давай гроб Гроб? Зоопарк, может? Мы с себя поем одну песню. Может, зоопарк стоим? Гроб — это что-то андерграундное? Гражданская оборона. Я вспомнил старую песню. Верните мой 2007-й, я буду снова снимы ты головой по двору бегать. Дай Руслану гитару, может, сам так раз сможет. Ди-М. А, А, Е, Ц. Вы еще парятся. Верните мой 2007-й, я буду снова снимы ты головой по двору бегать, с друзьями гулять, пить Blazor и танцевать. Верните мой 2007-й, я буду снова снимы ты головой по двору бегать, с друзьями гулять, пить Blazor и танцевать. Чудное время, забавный век Тогда был не моде, обычный человек Волосы длинные, на ранце значки С таким внешним видом мы в школу шли Тектоник ДНБ, все вокруг танцевали Ведь юхиды в бракическом подкizersки Передавали Мы не знали алгебру, это не круто, но тратили деньги Путаны клуб, красный шоу, мы играли в КС Давай даст два, а Мэйшен есть Помню Сан-Андреас, как одни писали Чтобы надавать копам по рогам Все слушали гуфы, эко-сорак Всем печать, фиму на флешке, нам было не лень Помню это время, был молодой И бывает скучаю по мэйби-бэйби порой Верните мой 2007-й Я буду снова с немытой головой По двору бегать, землю гулять Бить блэйзер и танцевать Верните мой 2007-й Снова с немытой головой По двору бегать, с друзьями гулять Блэйзер Блэйзер Всегда поднёт это вызов А вы говорите гроб Гроб? Гроб надо петь Слушай, прекрасная песня на самом деле Мне очень нравится, серьёзно тебе говорю Ну ещё песни надо по мемам делать всегда Я вот понял в этот момент, когда 2007-й собрал 6 или 7 миллионов просмотров Я такой Надо только по мему Но красный макосин я не успел сделать, к сожалению Поэтому за меня уже исполнили Слушай, через год буквально после 2007-го Я вот помню, я начал обзоры Мэдисона смотреть Он же в 2008-м где-то появился Тут все его смотрели раньше или нет? Мэдисона? Да Я смотрел, да Какой первый обзор? Кто посмотрел? Я, по-моему, на Дом 2 посмотрел Ну вот Это вообще его самый первый видос Ну, может быть, он тогда был уже не первый Ну, в смысле, уже были какие-то, но увидел, и, по-моему, я его По-моему, на Парапа «Город танцев» первый Я на Ранетке первый посмотрел Это всё в течение одного года выходило То, о чём мы говорим, поэтому, в принципе Ну, собрались боммеры У нас в нашем регионе, не во всех регионах России, утром шли игры на вынос Да, ну, это у вас шли они, да? У нас шли в Сибири в что-то, ну, в 6-7 утра Место Дятла Вуди пьет школа СМО Мэдисона Мэдисон реально крут Подписывайтесь на Мэдисона, да? У меня жена, она родом из Норильска И у них с интернетом вообще долгая была достаточная история И, соответственно, у них Мэдисона начали смотреть не через YouTube А через ТНТ Не через ТНТ По ТНТ игры на выносу Через болванки Передавали болванки друг другу У меня до сих пор жёсткий диск, где видосы Камикадзе Где Озон с пивом под Эминемо Иван Гамас Пи***ц Каса Глаза И когда вот только вот Биг Брейн его слил И там Озон сидит, Голд Майн Бир пьет У него плакат «Мафия 2» Он такой, мафия, диск просто ГТА-честные Целует и такой Блин, пацаны, но и времена были Ох, как классно, наверное Я вижу, когда мне пи***ц Вот из-за всяких гудковых Пришли телевизионщики на YouTube И когда я выпускаю видос на фиша и на вебку снято Говорят, нельзя так Вот посмотри, как ЧБД снимают Может, что-нибудь из этого? Из чего? Ну, из гроба, опять же Гроб? Да, всё идёт по плану Гражданская оборона Зоопарк Зоопарк, хорошо Ходит дурачок по лесу Я сейчас пытаюсь Или там сельский туалет Возле дома твоего Давай что-нибудь Извините, я просто зумер Ваши бумерские песни Да-да, молодись дальше, Коль Посмотрите на мою прическу и на свою Меня стриг Чувак В майке LA В шапке Кайван Икс В татухах LA? Как персонаж из GTA Он открыл парикмахерскую ночью Рай то, чтобы мы пришли Подстриглись С Нойлсом Слушай, ну круче, чем за маем Мы не споём, наверное, гражданку Ну почему, Никита? Не-не-не, я тут только наблюдатель Давай, мы же на свадьбе у тебя пили позже Пьяный гражданскую оборону Фотка ещё есть, где мы вот такие с микрофона Дай вот мне коробочку, пожалуйста А когда ты суперпьяный А, я понял Нет, это неправда Всё, что сейчас рассказывать Это полная неправда Раз, наверное, тридцать просил меня, чтобы я эту песню Сыграл Не-не-не-не Не было такого? Какую песню именно? Да там что-то Жанну Фриске, по-моему Давай сейчас Жанну Фриске Я не знаю ни одной песни Жанны Фриске Я сяду в машину Поеду на серп Не знаю, нет Я никогда в жизни не слушал Жанну Фриске А вот это Ла-ла-ла Группа Блестящая, я знаю Восточные Так Жанна Фриске же из группы Блестящая Я знаю, это единственный коллектив, где я слышал Жанну Фриске А тебе нравилась Жанна Фриске внешне? Не, не очень Мне больше нравилась Щербинка, там была тёлка На неё же на Жанну Фриске прям вся Россия дрочила Как сейчас на Мэйби Бэйбе Я честно заявляю, я дрочил на эту Ну как, блестящих вот это Ну вот это Ну вы поняли Блестящих-то С буферами, сиськами, которые Да С буферачем На Анфису Чехову столько не дочит Жестко, пацаны Не, Анфиса Чехова, она топ-1 Анфиса Чехова шикарная женщина Даже сейчас, Анфиса Чехова, поезжай к нам Чувак, вот ты ведёшь Анну Семенович 2020, ты видел, как она сейчас выглядит? Ну пополнее, но держит планку А в виде Анфиса Чехова она не наёт и не изменит Она до сих пор твоя Крашиха Крашиха У меня уже 10 лет Крашиха-жена Давай «Гражданскую оборону», любую песню Гораниц Ключ Переломлен Пополам А наш батюшка Ленин Совсем усоп Он разложился На плесень и на липовый мёд А перестройка всё идёт И идёт по плану И вся грязь превратилась в голый лёд И всё идёт по плану Всё идёт по плану А моя судьба Ну слишком много бумерского Давайте что-нибудь может быть тогда Зумерское Давай Зумерское Много песен зумерских знаешь? Все Давай твой любимый Вот этот вот Лови снежинки ртом На портфейн номер 77 Я обожаю группу «Пошлые моли» А мы не заметили на самом деле Мне очень нравится Билли Алиш ещё клёвый тоже А что потом? Люблю ловить снежинки ртом Одной портфейн номер 77 Друзьями спали под мостом Мне снился сон Мне снился сон Где ты даёшь, да тем-то дел И не забуду никогда Там разбудили мусора Как обычно пинками Пацаны, меня не хватит Мне срочно нужен супермаркет Моё сердечко так страдает Мне срочно нужен супермаркет Пацаны, меня не хватит Мне срочно нужен супермаркет Моё сердечко так страдает Мне срочно нужен супермаркет И что потом? Люблю ловить снежинки ртом Родной портрейн номер 777 Друзья уснули под мостом Это та чудо там Пацаны, меня не хватит Пацаны, меня не хватит Пацаны, меня не хватит Я, кстати, видел недавно фото какое-то У меня в ленте выскочило Где чел, который таксист Сфоткал тебя на переднюю камеру Это вообще какой-то жесть Это так можно? Это видос Видос? Это так можно вообще делать? Это, по-моему, очень... Слушай, ну как я встал на сторону таксиста Хотя для меня тоже дичь А ты писал по этому поводу? А знаете, что они написали? Они, во-первых, сказали... Ну, я им не говорил, кто я там Что я с своим другом ехал Просто к тому, что Яндекс.Поддержка написала Идите в полицию, мы вам поможем Я утром открываю... А я сделал скейншоты заранее Потому что я думаю, саппорт Утром открываю, сообщение отредачено Ну, мы разберемся Даже промокод на 100 рублей не дали Не дали? Вообще п*** Они сказали, мы на переквалификацию А таксист не пишет А я сейчас полный видос выложу Я говорю, ну и что, меня там дергает Говорит, ну и вот пусть А если ты видеоролик выпустишь? Ну, выпускали уже там Было такое же? Да это какой-то беззубый ролик вы выпустили Честно сказать, нужно было выпустить Потому что здесь не на моем канале, чувак, выходил ролик Надо стрикало какой-нибудь Слушай, да, хорошая идея Либо наше лето, либо Рустел Вот чтобы вот это, так сказать, подвести итог Да, знаешь, позитивную ситуацию Мне Максим Таксон сказал Вот когда таксист является блогером Да, и вот, к примеру, если таксист-блогер Соберет так или иначе миллион просмотров На своем блоге, да Ему все равно придется работать дальше в такси То есть Потому что без этого смотреть его не будут Да, его не будут смотреть Поэтому, в принципе, в принципе Не надо даже ничего делать Так понятно Все так и останется Прослуха в том, что я вот точно так же рассуждал Как-то, короче, мы с Настей смотрели видосы Канал дальнобойщиков Все ролики по ляму Там просто просмотры космические В смысле, как они просто едут? Да, едет тыцмин Сегодня я остановюсь покушать И сидит, кушает просто 20 минут И мне прикольно Ролики по полтора часа Но, бля, он реально в ловушке Если он перестанет, он не будет зарабатывать А так он дальнобойщик-миллионер Слушай, тебе просто нужно У дальнобойщиков смотреть американский дальнобой Вот там вот Там русские чуваки в Америке дальнобой Да, 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 да Они останавливаются в каких-нибудь там вот этих Где реднаки живут Не реднаки, где вот Как у нас сейчас очень часто косят Вот эти кафешки про придорожные кафе Дайнеры Дайнеры, да, 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 да Они останавливаются Диддайности За 3 доллара я купил вот столько всего И показываю там просто комплекс И там русские челы в комментах постоянно Бомбят очень на цены Что как у них похавать, так за 3 баксы можно У нас в пятерочке колбаса дороже стоит Но это олимпианы гавкают А так пацаны кайфуют, живут Слушай, ну я думаю, что дальнобойщиком быть На самом деле ламповые Кажется, это очень круто У них, во-первых, есть Если это крутой дальнобой достаточно У них есть сзади вот эта кабинка Где там можно целуюсь Шест, там аквадискотека Слушай, у них там целые комнаты В их кабине находятся Если это очень крутой дальнобой То есть там прям приставку кто-то себе ставит Там пастель такая удобная А собачка есть вот эта? Ну собачка это совсем уж Или диски вот эти обклеены Это я вообще понять до сих пор не могу Зачем? В детстве вот эти диски Вот этой бензиновой стороной Вдоль всего окна Зачем? Чтобы на этой машине Вот тебе Зачем вот эта буква Ш металлическая валялась У люка всегда? Понятно? Вот ответите мне Зачем буква Ш? Что это было? Нож стрыкало Давайте стрыкало Все, давай стрыкало Я устала от желтых листьев Быть с тобой Я так устала Я устала от глупых писем Которые тебе писала Но не отправляла Теряла надежду Между тобой и мной стена Но я буду сильный Возьму свой мобильный Наберу тебя Сказать, что я Шлюха, туман Я ухожу К другому Его зовут Рустем Он КМС по боксу И бизнесмен Если ты не хочешь Больших проблем Просто забудь меня Не звони мне днями Напролёт Рустемчик тебе Голову отобьёт Мне пласть, дужок Твоя любовь пройдёт Как моя прошла Я как птица В закрытой клетке Руслан, да, перестань Поиграли и хватит Вы что, прекрасно сидели? А что это? А ты, получается, режиссёр Нет, нет Ты же всё-таки снимаешь фильмы Ты сам режиссёр своих фильмов, правильно? Ну, я не снимаю фильмы Ну, когда ты снимал? Нет, никогда Не вышел был фильм Ну, я... Сериал, да, окей Хороший фильм Ну, слушай, мне интересно Это я бы хотел, конечно, стать режиссёром Но, к большому сожалению Это, наверное, одно из самых сложных искусств Которые только есть А ты изучал вот это вообще? Да, я много изучал Я даже в прошлом году ходил в киношколу На протяжении месяца Ну, правда, на курс сценаристов Ты где преподавал этот? Найшулер? Нет, Найшулер Это просто я ходил на кинофестиваль Вот, я ходил в киношколу Да, то есть там это был курс сценаристов Нам преподавал человек, который преподает в ГИТИСе Или там в каком-то таком институте Солидно Наступила корона, короче, и всё закрылось Сколько ты ходил? Месяц Месяц успел только отходить Почерпнул за месяц для себя что-нибудь новенькое? Слушай, на самом деле, вот если касаемо брать сценарийной хуйни всякой Это всё можно из книг почерпнуть Потому что, ну, вот режиссура На ассоциативном уровне Ну, не то, что там все Законы драматургии, они не меняются на протяжении двух тысяч лет Это как Аристотель заложил в поэтике, так и остались эти самые законы Я это в Твиттер напишу сегодня Они имеют, то есть, то же самое пишут об этом Роберт Маки, там, Зак Снайдер Ну, вот все эти книги, посвящённые сценаристике Зак Снайдер фильм на айфон снял Видел? А не хотелось бы тебе ломать, например, вот эти законы? Чтобы ломать их, нужно знать Ну, ты же, получается, знаешь Ну, как знаю, из книжек Можно ещё пару слов про Роберта Маки? Хочу твит написать Эти принципы жизни заложил Роберт Маки Вместе с Робетом Замекисом Немножко ты это На самом деле, вот я вас двух послушал И понял, что самое главное всё равно Обучение обучением Но самое главное — это опыт На примере Коли это караоке Хотя он знал, да, там, с Альфеджи всё проходило Но если бы было просто На своём примере съёмки Слушай, если бы было просто караоке, не было бы Нет, ну всё равно опыт самое дорогое, что есть, мне кажется А опыта у них нет Они выходят обычно с институтов без опыта А мы, наоборот, с опытом пытаемся уже понять какую-то теорию Как его там Роберт Родригес Он ходил в киношколу И он её бросил через два месяца Он просто, типа, походил Решил снять свой фильм «Марьяча» Вот, за 7 тысяч долларов Он его приехал снимать в Мексику Кое-как договорился с властями Там, блядь, использованы были Типа, знаешь, чтобы показать пулемётную очередь Ну, то есть он не мог это сделать с минимальным бюджетом Он, типа, просто Вот, короче, он как делал У них были УЗИ И он мог стрелять только одиночными выстрелами А ему нужно было пулемётную очередь показать И он снимал кадр, как, типа, стреляет УЗИ один раз А после показывал кадр, как он прилеплял на актёра вот эти петарты такие, которые взрываются Да, и после заканчивал кадр этим пулемётным, ну, УЗИ И, соответственно, создавалась иллюзия того, что он будто из пулемёта стреляет Мы вообще не о том о чём-то заговорили, честно сказать А можно про Верта Маки ещё что-нибудь? Нет, больше ничего нельзя А ты вот расскажи Ты делаешь музыку, да? Какая вот у тебя цель первостепенная? Честно? Угу Хочу концерты давать Даже вот мы прошлой тур отъездили Не сказать, что я бы заработал больше, чем там на рекламе, да, какой-то на Ютубе Просто, ну, это прикольно Сама тема, когда ты ездишь Я все эти города уже видел, но каждый раз так классно этот экспириенс именно выступление Даже в маленьких клубах есть свой прикол Когда выступаешь на 100 человек или там на 1000, 2, 5, типа Вот мне нравится именно процесс выступления Даже вот сейчас мы снимаем клипы Клипы, это же вообще, ну, уже понимаете, это убыточная тема Это именно имидж Да Вот, и клипами я хочу разогнать продажи билетов Они там, тьфу-тьфу, очень хорошо всё продаются Но вот кажется, когда это выйдет, у нас как раз тур, по идее, идёт Если вы это смотрите, у нас вот 11-го Я еду в Воронеж, оттуда начинается тур Мы едем по России типа полтора месяца Потом в Европу и столице Я вообще, на самом деле, немножко про другое спрашивал Ну, у меня цель музыки — это выступать Не, ну, в плане, ты же делаешь музыку не такую, как сейчас популярно Ты делаешь, ну, хард-бас, ну, такой электронный больше Да, что мне нравится Чем рэпчик, да И ты вот хочешь, чтобы... Вот ты хочешь этот жанр, как бы, чтобы он стал хотя бы приблизился к тому, который сейчас популярен Или ты хочешь именно вот себя, чтобы... Как Руслан Crazy Mega Hell, вот он крут, а не вот этот стиль поднять Вот с моего то, что сказал, во-первых, это не сказать то, что я подниму Потому что мы все вот людей, кто там с Жанной работает в России Можно по пальцам, ну, основных двух рук перечислить, да Не считая, там, ещё куча там всякие вот эти, там, твёрдые взрываем завтра Вот это вот или вкудем завтра ТВЗ подписывайтесь Да И мне... Я хочу, чтобы он стал больше, но я не хочу, чтобы потом превратилось в рэп Когда каждый второй школьник будет под пампуху читать И в сторисах меня отмечать на проектах с FL-ке Руслан, ну что, залетишь на бит? В какой момент ты вообще перестал быть рэпером? Ты же делал всю жизнь... Я блогер Я не стесняю, я блогер Нет, ты был рэпер Я букмейкер У тебя классный рэп был, а потом ты перешёл в хардбас почему-то Да мне просто это как-то ближе, мне прикольнее Это реально, ну, музыкальнее звучит И там больше можно всяких фишечек понаделать Вот ты после хэппи-хардкора слушаешь «Кристал Майот» И тебе таким пустым бит, кажется, просто Вот одна ударка, бас Там же не в битве фишка Ну, не, просто даже если это разобрать по кусочкам Ладно, там, голос, приколы, да, вот И у Моргенштерна того же, там же прикол не в песнях Люди слушают, потому что это Моргенштерн Потому что это чувак, который перформансер, да То есть ему на музыку чаще всего А вот тут я хочу, чтобы это более, ну, как бы вышло на какой-то уровень Оно, в принципе, выходит за счёт нас всех Ну, а я считаю, кстати, насчёт Моргенштерна, что всё правильно делает Ну, не зависит от того, какая музыка Классно, когда ты и музыку делаешь хорошую И одновременно с этим ещё какой-то эпатаж Потому что люди извне, которые не заинтересованы этой музыкой Они за счёт тебя, за счёт твоих действий За счёт того, как ты выглядишь Узнают музыку и, возможно, их этот зацепит Не с первой песни, не со второй, но с третьей Чё-то появится Особенно, если это какие-нибудь маленькие люди Но ты же не хочешь, чтобы, допустим, хэппика Остальное стало вот таким минстримом, как минимал трэп Почему нет? Ну, потому что это зашквает всё, мне кажется, очень быстро Почему? Ну, зашкварит и что? Да, мы на этом фоне вывезем, как-то станем Да, там уже более медийный, популярный Но само это настолько хребёт, когда это будет Слушайте, но если бы не был бы рэп очень популярен Например, бы не появился Скриптонит Слушай, ну, я думаю, независимо от этого Делал бы какую-то дальше музыку И потом бы вылез, может, как вот группа Скриптонит А может быть и не вылез Слушай, ну, много людей, персонажей даже классных Да, не вылезло бы Но мы сейчас говорим про электронщику Про электронщику на отдельно Так это, ну, как разница, какой стиль? Не, я это понимаю, но если это прям в супер минстрим уйдёт Какой-то, хотя, я не знаю, мне кажется, скайпоп-панк Минстрим в Россию уйдёт Потому что это был 2007-й Мы на этом росли Новое поколение не слушало ни Джанейр, ни Слот, ни Аматери Там ни Нуки, никого Ну да, Аматери и Джанейр, это прям поп-панк Да, а вот на электронщина Скорее на ней 90-е росли В 2000-х она практически была нулёвой Не считая там Иксов, там Хатбашколы и т.д А вот на чём, кстати, росли люди Которым сейчас где-то лет 15 Вот мы, получается, росли на какой-то такой Около тяжёлой музыки, как Аматери Либо на каком-то поп-панке зарубежном Но электронщины в детстве почти не было Получается, если им сейчас Ну подожди, а они сейчас растут, получается Ну да, у них процесс тут, вот сейчас На нас То есть хуёвым Ну как на нас? Скорее не на нас, а на более популярных людях, чем мы Не бери на себя Не, ну, слушай, ну вот к вам часто подходят на улице и говорят Я тебя вот смотрю уже лет 5, я типа вырос на тебе У меня есть люди, которые меня смотрят 10 лет У меня есть люди тоже По 8 лет Стремная На самом деле Подходит Я утром бит в Майнкрафте служил, ещё был на концерте Мне там уже было 14, сейчас мне там, допустим, 22 или сколько там Но ты чувствуешь за это какую-то гордость или ты такой? Ну мне приятно в эти моменты Но это прикольно Я просто ничего плохого я им в голову не вбивал, наверное Хотя мне недавно чувак в Сочи кидает фотку, говорит, где с чуваками стоит Говорит, вот этот умер от передоза метадона О, да, можно песенку ещё одну какую-нибудь сыграем Весёленькую Солнце, купи мне гитару, научи кудить план, даже все знают Слушай, ну все сюда пришли Или батарейку Это же всё бумерское, мы зло Пацаны, она смотрит зумеры Но надо играть что-то такое, что они такие вот Да, они реально шарят А зачем прогибаться, если можно гнуть Они зайдут и послушают, им понравится Я думаю, ты многим гражданскую оборону появил своими песнями Ну, типа, кто послушал, реально зашёл Я думаю, есть такие На концертах же подходят чуваки лет 16 Такие, б***ь, я там слушаю Ну, вот то, что мы все Факт, в детстве росли Мне кажется, в этом есть смысл То есть ты хочешь, чтобы люди слушали старую музыку А они так далее, а лист новой? Ну, слушали и нас, и старую музыку И заходили на наши ссылочки в комментариях Ну, типичный бумер Я вообще не понимаю, почему про бумер, гомбригады Интереснее было Ладно, прости Нет, ты продолжай Давай, Руслан Холодный ветер с дождём Я даже помолчу Всё говорит об одном Что нет пути обратно Что ты не мой лапушок А я не твой, Андрейка Что у любви у нашей села Батарейка Ой-ой-ой-ой-ой Батарейка Ой-ой-ой-ой Батарейка Почему ты не поёшь? А я не знаю эту песню Серьёзно? Да Ты не знаешь эту песню? Нет А как это вообще возможно? Я даже не знаю, что это за группа Он опять на половине прервал, кстати Заметил? Да-да-да Нет, просто я в шоке Ну, это удивительно Вы знаете же Давайте споём песню до конца Ляпи Струбецкой Чтобы Никитина понравилась Ляпи Струбецкой Я и Ляпи Струбецкого Ни одной песни не знаю Коль А ты хорошо Вот это знаешь Капитал Больше нечем Половить Всё, что давай Я поймал Надо сразу Уходить Чтоб никто не привыкал Ярко-жёлтые очки Два сердечка на брелке Развесёлые зрачки Твоё имя на руке Это не районы Кварталы Хей Шилые Пассивы Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Сейчас по три минуты вообще не канат. Но я понимаю, мне даже Sony сказали, что я... По полутора минутные треки их типа переслушивают, и за счет этого много и точно в топ вылетает. А у тебя есть, кстати, на альбоме такой? Хоть один? Трек нет. У меня сам минимальный, наверное, там 2.30, не знаю. У тебя тоже, мне кажется, нет. У него прекрасная сессия, вот песня мне очень нравится его альбом. А мне MDMA понравилось. Она почему-то вот вообще... Ну, я особо не видел вокруг нее какого-то ажиотажа. Не-не, часто Столис снимает под него. Не очень зашла MDMA. Куплеты там очень плохие. Припев шикарный. Припев клевый. Вот Саша музыку писал, как раз это. Ну, мне так куплеты, мы их пытались переписать, и что-то не шло. Если вы послушали Руслан Кэзи Мегахэла и не заценили песню MDMA, пожалуйста, переслушайте... Она под руки вверх. Ты понял, что я фен с этого трека? Ну, точнее, чем я вдохновился. Это, ну, типа, нет, именно с точки зрения мотивов. То есть мы не брали ни музыку, мы написали музыку, а потом, когда я писал текст, я типа, ну, я очень много послушал песен Руки Вверх не мейнстримных, которые ну, типа, вообще, ну, мало. У них альбомы по 20 песен... Мейнстримных. Не мейнстримных, которые вообще никто не слушает. Не мейнстримных, а мейнстримных. Ну, и, сори. Гранж, Outlaw. Ну, и, короче, я послушал, вот, и я какие-то, ну, типа, мотивы, может, именно, которые, ну, вокальную партию вот это вот делал, когда... То есть, да. Ну, мне, кстати, прям не очень... Ну, реально, вот, это произойдет трек... Впервые Коля меня хвалит. Марина вернулась, видимо. Не, действительно, вот ты, вот, наверное, тоже не помнишь даже эту песню вообще, да? Мне нравится, что подкаст, вот он ходит на такой грани, то есть, вот он начинает искренне что-то говорить, ты вроде поддерживаешь этот диалог, а потом ты это резко обрубаешь, и мы начинаем играть песню, играется она до половины, Руслан выдумывает конечную строчку из головы, абсолютно не связанную с оригинальной песней, мы заканчиваем играть, и ты такой, слушай, а что там вот это, как... А как Боцик? Да-да-да, вот и... Боцик. Это классно. Я смотрел, и был, кстати, онлайн этот стрим. А вы смотрели только часовой стрим, где продюсер Иванов, короче, этот, из Немаги в белой комнате? Так это и был, это стрим. Четырехчасовой. Я сижу, монтирую какой-то ролик, смотрю со Стаса, канал приходит вот с этого телеграм-оповещения, такой, сейчас, реально, в пять утра стрим, ну, окей, захожу, вот там такой контентища, прям, ух, Стас умеет доехать, прям, он... На ходу просто вот так делает. Да, мне нравится, Стас прям может говорить, не переставай, у него даже нету паузы, вот, небольшой в... между строчек, как ты сейчас сказал, в... у него такого нет. Стаса нарезать очень легко, когда монтируешь ролики, прям, ну, Стас респект. Стас клевый. Стас как бульдозер, он вот... Только он такой бульдозер без водителя какого-то, это просто бульдозер, который, типа, завели, он просто идет прямо, прямо, прямо. Водитель грузовика. Сносит все культурные памятники, все здания подряд. Я таких трудоспособных людей вообще не видел никогда в жизни. Впервые я такого вижу, чтобы вот настолько можно было работать. У него, я помню, был стрим, он такой говорит, я, короче, сейчас ввел новую вещь у себя в работе. Я теперь, когда работаю, я не сижу на стуле. Да, вот это... Он просто агрессиваряет вообще все. Да, он стоял. Он стоит, он говорит, я стою сейчас, вот, как Эрнест Хемингуэй. Вот он не сидел никогда, когда писал книги. Вот я теперь так же. Вот я стою, два часа. Два часа постою, 15 минут лягу, отдохну, и вот дальше буду работать так два часа. Я бы хотел вот эту же черту. Я бы тогда, мне кажется, город, любой бы город вернул. С таким стремлением к чему-то новому постоянно. Он постоянно как-то развивается. Это круто. У него сколько? Три-четыре канала на каждом, на техноблогерских, на и как просто, видосы каждый день. Разные на двух каналах. Канал вот с этим, канал еще расследования эти успевает делать. А ты бы так смог? Вот хотя бы месяц? Я бы, я бы, мне дергать на человку, за вот этого. Я бы просто именно физически. Мне кажется, у Стаса будет потом жесткая гиперкомпенсация, когда вот он, типа, в один момент он дойдет до этой точки, когда просто он перестанет что-либо делать. Да, и мне кажется, он сгорит. Но невозможно так работать. Он иногда такое говорит. Ты же знаешь, какой-то как бы аппетит просыпается во время еды, и ты продолжаешь... Подпитываешь его. Да, ты сам его подпитываешь тем, что ты делаешь. Главное не переставать, и тогда этого не случится, мне кажется. Слушай, ну, просто, ну, есть физиологическая какая-то, ну, я не знаю, усталость просто-напросто. Ну, когда... Ты думаешь, у него не бывает этой усталости? Я думаю, что она бывает, и, возможно, он ее работы перекрывает полностью, но в один момент, типа, это взорвется просто-напросто. То есть, ну, он может такое говорить. Я вот, мне сказали там по поводу оптики, я купил себе книгу и читал вот эту книгу на протяжении трое суток, не переставая вот про оптику, чтобы разобраться полностью в оптике, чтобы там на какой-то комментарий ответить на две минуты буквально. То есть, ну, человек... Я не понимаю, как так можно работать. Это уже так качество, на самом деле. Ну, вообще такое... Я вот заметил у музыкантов такое очень часто бывает. Они работают, 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 добиваются чего-то, и все. Пау. И пропадают буквально там на года, и могут там альбомы раз в год выпустить какой-нибудь такой типа средний интеллект. Альбом раз в годы считают их правильно. Слушай, вот это странно. Почему, когда вот музыканты, они ловят какую-то волну, когда они 10 лет выпускают альбом за альбом, альбом за альбом, хиты за хита, а потом просто-напросто берут паузу года на три, на четыре, выпускают какой-то новый альбом, и это вообще типа не то, чего ожидали. И просто группа начинает конкретно скатываться. Возможно, тут знаешь, в чем дело? Таркотики, скорее всего. Когда люди, которые музыканты, они почти все изначально хотели стать прям звездой, они к этому шли. И у них, получается, была вот такая цель, они раздобиваются. Гештальты выполнены, все. Да, они раздобиваются, и потом они такие, блин, а что мне делать теперь? У меня уже все есть, у меня уже все узнают, у меня уже есть деньги, все треки мои слушают, можно, наверное, отдохнуть. А когда ты даешь вот слабину вот эту, можно отдохнуть. Мне кажется, все идет по п***ю. Как бы ты не хотел, чтобы оно не шло. Ну подожди, но многие музыканты позиционируют, типа, вот мы сейчас выпускаем альбом, это абсолютно новый звук, совершенно другой, вы такого не слышали. И там, я сел деда. Это типа оправдание какой-то именно своей беспомощности, что ты больше не можешь хитов написать. Или это правда? Они просто-напросто присущаются к каким-то жанрам и пытаются новое что-то найти. Они в эксперименты уходят, когда у них уже все есть, у них есть поле, у них есть аудитория, деньги, они собирают спадионы. А что бы не поэкспериментировать? Делать то, что ты хочешь, а не то, что хочет аудитория. Это прикольно. Просто, как я понял, Коля сейчас говорит, что они как раз сгорают и не могут написать что-то. Это не так критично, как ты говоришь, типа, буду делать то, что я хочу, а не то, что аудитория. Они, скорее всего, вот процентное соотношение из того, что вот он прям хочет, того, что хочет аудитория. Условно, вот было на 50% делал и то, и то, из-за этого и людям зашло, потому что это что-то необычное от вот этих 50% и что-то, что им нравилось изначально, до них. Они стали суперзвездами, и потом идти, а пойду-ка я вот в эту сторону, типа, в сторону того, что вот мне нравится. Да вот Джизус, как пример. И кто очень быстро туда уходит, тот, скорее всего, пропадает, потому что люди такие не понимают просто нового материала. Им нужно, чтобы понять, нужно прослушать как минимум одну и ту же песню, раз там пять, чтобы вникнуть. А люди сейчас как слушают музыку? Они послушали там первые пять секунд, такие, ну, что-то не зашло, иду, давай следующий. Ну, условно, ты, например, видишь в какой-нибудь ленте свою песню, такой картинкой приконял, включил, тебе не понравилось первые пять секунд, ты не знаешь, что это, и забил. Пошел дальше. Мне сейчас стало нравится больше слушать не песню отдельную, мне стало нравится больше слушать альбом целый. Да, это круто. То есть, типа, альбом въебать, и вот просто все, ты там, к примеру, в машине едешь, ты полностью от начала до конца, до последнего трека слушаешь альбом целиком, и уже потом как-то сформироваешь свое мнение. Потому что ты бумер, ездишь в машине. Я так же люблю самолеты, я самолеты накачиваю себе альбомы, прям жду, и когда у них полет часа два, три, четыре, я просто врубаю подряд и все слушаю, или в такси. А основная масса, которая вот школьники, они вообще, это всех, чувак, на школьниках мы все живем. Так мы их можем поменять, их мышление. Можем, но если тебя, например, школьник не знает. Но ты выпустишь альбом, прикинь, у тебя сейчас альбом, сколько там, 10 треков, да, у тебя, ты в каждом связаешь половину, там, ну, не считая фитов, да, и выпускаешь, типа, это все вот так вот, чтобы треки были по полторы минуты. И это больше стримов принесет. Ты сделаешь так? Больше стримов принесет? Ну да, если треки коротенькие. Ну какие-то бы сделал, какие-то нет. Мне некоторые, мне очень часто бывает такое, что мне, я же альбом 7 месяцев писал. Ну я год. И я, у меня было, наверное, песен, которые написал штук 30. Да, это нормально. И ты выбираешь из них. Из 30, удалил вообще просто с компан. Да, и у меня осталось, типа, десяточка, и я переписывал каждый день, у меня на песню... Я помню, ты при мне переписывал, ну, типа, куплет в песню одной, да. Я переписывал припев один раз, наверное, 7. И вот я вернулся к тому, который первый написал. А подожди, вот ты выбросил 20 треков, оставил 10. Типа, было того, что вот я оставляю 10 треков, потому что я уверен, что каждый из этих треков это потенциальный хит. Или это все-таки было, потому что это в общую концепцию альбома как-то входило. У меня особо нет концепции, у меня очень разные песни, в основном. Ну, ладно, не супер разные. Но это тогда первый вариант, то есть такой, вот эти 10, вот на каждой из них, идти снять клип, это будет миллионов 10 просмотров, это будет миллион стримов на каждом треке. Ты никогда это не угадаешь. Ну, вот Руслан знает, это когда ты выпускаешь много песен, ты никогда не угадаешь, что стрельнет. Даже если тебе это может вот прям не нравиться, это выпустишь, оно может взлететь. Gimme the Loot как взлетел, Big Baby Tape на нее ничего не ставил, он где-то там, тоже у него альбом был, 22 трека, из них там какой-то 17, вот этот, взял твой б**бом, просто пшшш. У меня песни, да, у меня песни в ТикТоке, вирусятся те, на которые вообще даже вот настолько не ставил, насколько вот возможно. Была песня, я делал приглашение на концерты. Выпустил ее, забил, проходит где-то полтора года, и я смотрю в ТикТоке, Коля-Коля? Которая пи***я, была песня, ну забей. Я видел Коля-Коля и Эмма-Хардкор в ТикТоке. Коля-Коля, да, ну Эмма-Хардкор еще ладно, Эмма-Хардкор, я примерно понимал, что она прям хитовая, которая вот, ну вы зумеры знаете эту песню, наверняка, типа, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, пи***я, и там начали снимать под это пи***я, там какой-то сначала диалог, и потом типа, пи***я. Произошло что-то. Да, и все, пам-пам-пам, я смотрю, какого черта этот трек, пи***я в ТикТоке, он вообще не говняет всю индустрию в целом? А я не пишу под ТикТок, можно? Он, ну вот, слушай, ну как, что такое вообще индустрия? Разве мы должны говорить, какая должна быть индустрия? Мы просто музыканты, мы просто делаем то, что нам нравится. Ну просто то, о чем вы говорите, типа, ну вот, что полторы минуты сейчас должен быть трек, да, получается? Ну почему нет? Раньше песни, поскольку... Я сейчас заметил, в каждом треке сейчас делают диалоговую часть, типа, а ты меня любишь? У кого-то еще недавно было тоже. Ну это прям ди ТикТок, но раньше же песни, раньше не песни, музыка шла вообще очень долго, минуэты всякие, которые на фортепиано играли с оркестром, они шли очень долго и слушали. Сейчас все короче, короче, короче. Просто наверняка, когда началось вот это укорачивание, каждое новое поколение говорило, о, говняет индустрию. А мы сейчас вот на том уровне, когда нам нравится по три минуты, а поколение, которое через два после нас будет говорить, блин, полторы минуты было классно, вот сейчас песни по 10 секунд. Какая-то... Джингл еще все по... Я, честно говоря, ну не могу представить полутораминутную песню. Весь альбом, по-моему, легендарная пыль, там самый максимальный трек минут 50, по-моему. У Влада 4, альбом 7 минут идет. Ну вот. Весь альбом. Ну для меня это дичь, честно сказать. Я думаю, ну всегда какой-то 3 минуты, ну 3, 3,15 вместе. Кстати, знаешь, что я заметил у тебя на альбоме, почти у каждой песни имеется? В конце, во всех песнях абсолютно. Вот вроде как должно быть логическое завершение, типа, да, вот песня, все, финальный аккорд играет. А у тебя к каждой песне и в конце 15 секунд прям под ютуб-аннотацию есть. То есть, типа, чтобы это играло, и вот это была надпись, подписка. Ты так ассоциируешь, потому что у тебя, ну, это просто проигрыш или там какую-нибудь херню несу, по приколу, и не во всех песнях. Некоторых обрывается на последней ноте, уходит там фейдаут, у некоторых такое есть. Ну, типа, блин, мы когда-то тоже, мне очень сгадят по Сони, типа, давай тикток, я говорю, какую песню, ни одна из них под тикток не подходит. А как-нибудь даже это Барби, там маты. Это тебе так кажется. Оно, знаешь, ну ты же знаешь, как оно работает. Ты вообще не можешь представить, что именно этот момент из этого трека как-то завирусится. Ну, если кто-то случайно. У Сквозь Баба как же завирусился вот этот, который я шагаю по стулу, какого хуя, ну, кто бы мог подумать, что? У Сквозь Баб все, вот, что он за трек не выпустит, мне кажется, он каждый для тиктока подходит. Вообще каждый. Да может быть. Но почему вот именно этот момент? Почему не другой? У меня же были моменты, которые, если послушаешь вот все его песни, ну, ты же не выбрал бы этот, ты же выбрал какой-нибудь там, который прям банч. Более смешной, с угаром. Да, да, да. А тут вот раз, и вот такое. Тем более, не знаю, как такой Назарбаев даже. Я знаю, кто такой Балу. Так что тут просто выпускать, выпускать, оно само как-то вирусится. Вообще непонятно. Да, как-то вот кто-то выпустил, кто-то поддержал. Слушай, а вот Сквозь Баб он потенциально должен раздевать в этом году? Вообще вот так вот конкретно. Мне кажется, это хлебовская тема вся. Хлебовская? И я думаю, он тоже может раздевать. Ну тут... На печке. Спасибо. Ну может, может. Я думаю, что у него такой склад, не знаю, как он пишет песни, он пишет их вот прям сетап, панч-лайн, вот типа шутка, раз, панч, вот тут вот такая шутка. И разным людям нравятся разные шутки. Кому-то одно понравится, кому-то другое, а кому-то понравится вот в общем какауф. Понравилось же. Мне, например, не очень понравилось. Мне другие песни ему нравятся. Мне нравится про московскую метро. Ограбил пятерочку, прикольно. Грабим пятерочку. Из того альбома мне понравилось что-то у меня условка, у меня условка. Это просто очень абсурдно звучит. Мне очень нравится вот это, типа, человечек из Москвы едет, да типа пи***. Видишь, всем разное нравится. Вот. А в Уф вот зашло прям массом. У РВБ самый ориенный трек, я считаю. Нет, мне очень габер нравится. Вот прям, что вот прям бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Хочешь на их концерт в слэм? Очень хочу. Бля, мы все собирались вот поехать в Амстердам на их концерт. Вот, ну, тысяча человек где-то, может даже больше. Мне жена запретила идти на концерт Руслана, потому что тогда ковид активно гулял, мне ни в коем случае нельзя было заболеть. И я сказал, хорошо, я не пойду, но у меня есть одно условие. Когда будет в один момент вот время, когда мне скажет Russian Village Boys, Никита, мы едем в Амстердам, и ты можешь поехать с нами на три дня. И я сказал ей, что вот я воспользуюсь этим моментом, и вот это может случиться в любую секунду. Но осенью это будет. Я уеду на три дня в Амстердам с Russian Village Boys. О-о-о! Хочешь именно в Амстердам? Именно в Амстердам. Я хочу во Франции на их концерт, я хочу еще в Берлин на их концерт сгонять. В чем именно в Амстердам? Ну, я не знаю, хороший город был там. Я был на концерте Russian Village Boys в Праге, они собрали 700 человек. Это хорошо очень для Праги. И почему это не русскоговорящие, это были иностранские. Подходили, ну, чуваки, лет 16 на ломаном русском. Смотрю твои видео, тик-ток, учу русский, типа, а где я оскорбляю людей с юликом сижу. Это очень прикольно было. Иностранцы прям вообще, ну, у них по-другому. На них почему ходят люди 40 плюс на Russian Village Boys? Взрослые мужики ходят бородатые, как наши родители, потому что они выросли на такой музыке. А где лучше вот именно слэмятся, ну, отрываются на концертах? У нас жестче, мне кажется. У нас тоже, у них как-то все супер, ну, как-то супер френдли, но я был только в Праге, видишь, самая жесть, мне кажется, в Голландии отводиться, вот и в Германии у них будет. Но то, что в Праге было, мне кажется, жестче вот даже на первом у нас было. В России вообще уже лет, наверное, 15 бьют нормально. Раньше же был всякий битдаун, хардкор, хардкор. Подожди, бьют в смысле чего? В смысле во время слэма или просто... Слэм это сейчас как-то переросло в слэм. Мошпит, церкл пит. Раньше была такая тема, когда группы делали металл такой прям тяжелый. Ну, условно. И не была вот эта вот стенка на стенку. Был большой круг, в который выходили люди и вертели вертушки. И они вот так вот по кругу вот так вертели, и кому-то спокойно, ну, 100% прилетел, прилетал мальник, и все были очень сильно рады. Обычно эти концерты заканчивались половину зала на половину зала. Вот такие вот концерты были. Это было где-то года там с 2000, я не знаю, там... Седьмого. Шестого, да, заканчивая там 2000, не знаю, 14-м. Просто очень много таких концертов было. А потом как-то вот эта металл-движуха отодвинулась на задний план, сейчас их особо никто не слушает, да, появился рэп, и рэп как-то... почему-то на рэп начали слэмиться. Ну, вот про смешение жанров, да, на рэпе начали слэмиться. Ну, рэп-то, понятно, это изначально тоже. На рэпе тоже никто не слэмился на Западе, все танцевали. Пам-пам-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. А у нас просто это как в культуру вошло. Будь здоров. Раньше была вот эта хуйня, типа, что если ты фанат Киша и увидишь фаната Алисы, ты должен дать этому человеку. Как у футболистов, короче, да? Там Зенит, ЦСКА, Спортакт. Ну, как у футболистов, но только связано с рок-группами. И вот это дичь, на самом деле. Ну, это рэперы, готы. А ты был за рэп или за рок? Я за рок. Я тоже за рок был. Я Ленинград слушал раньше очень много. Мне почему-то очень нравился Ленинград. Ну, вот старый такой Ленинград, там, типа, ВВВ Ленин... Не, мне Лабутен нравится. Я сейчас как слушаю... Я первый раз в жизни поддрочил ни под видео, ни под фото, а под песню группы Ленинград, блядь. А кто дрочил на клип Рамштайн? Напомни припев. У меня другая песня в голове сейчас. О, ну где же вы, блядь, выручайте дядю. Что у тебя в голове было, когда-то дрочит? Это само произошло. Классная еще песня. Когда нет денег, нет любви, я как терминатор. Вы смотрели клип Рамштайна Пусик, где они ебают весь клип? Это новый, да, который... Нет, это в 2008-м. Я бы на школе показывали после физры, типа, оцени клип Рамштайна, там прям ебают. И там они все, типа, под горничную, там, знаешь, какую-то там студентку. И все прям, участники группы просто ебают, показывают, не кончают там. Слушай, у них же недавно ушел точно такой же клип, где они тоже ебают. Они на концертах с огромной я водой в людей вот так вот... Так это, по-моему, не Рамштайн, а именно Тиль. Вот это вообще у Тиля. Отдельно. В чем в Питии снимали, по-моему, вот там два клипа им в Питии снимали. А ты знаешь хоть одну из этих девчонок, которая была в крипе? Да, конечно, вот, всех знаю вообще. По-моему, мне просто много, кто рассказал, что вот я знаю одну девчонку. Не-не-не, я не знаю. Но я могу под других посоветовать. Посоветуй. Это уже другая история. Мал, давайте споем что-нибудь. Да-да-да, давайте какую-нибудь песню. Давайте споем, но ты посоветуй сначала. Лера, можешь подойти? Тут Рамадов опять же этот порошок был. Не для меня, а для подписчиков. Они же в Питере, много у тебя подписчиков? Ну, вообще сказать, вот топ-3 моих крошихи на год, я считаю, кто взорвет. Смотрите, первое место это Хафманито. Второе место это Дора. Три моих крошихи. Третье место. Третье место моя мама. У нее просто еда очень вкусная. Ну ладно, четвертое место это Мать Габзавра еще. Что вот мне после вот этого твоего монолога? Очень веселое, прям вот чтобы на веселой ноте все это закончить. Солнце, купи мне гитару. Я по железной дороге. Я по железной дороге иду. Свернуть мне не вправо, не влево посевы взойдут. На земле без меня я исчезну с утра. Вечным силам добра я молитву прошу. Солнце, купи мне гитару, научи курить план. Не раскачивай землю, не буди поутру. Пиво простое, да проклинись, сушняк. В общем, сделай так, чтобы все было ништяк. Я жажду крови, я потерял 15 рублей. Вообще я добрый, но в мире не найти меня зле. Я утверждаюсь, когда не верна мне рука, ведь не спирь все так же далеко. О, солнце, купи мне гитару. Научи курить план. Не раскачивай землю, не буди поутру. Пиво простое, да проклинись, сушняк. В общем, сделай так, чтобы все было ништяк. Послушай, солнце, верни мне всех друзей. Любовь, красавица, желание новостей. Коробки счастья до небес. Отлично, Гипсон, но сойдет и... Чтоб на меня смотреть ходила вся Москва. Хочу быть братом Витя сухорукава. И вовеки не остынь. Та-та-та-та-та-та-та. Наскид во все аминь. Солнце, купи мне гитару. Научи курить план. Не раскачивай землю, не буди поутру. Пиво простое, да проклинись, сушняк. В общем, сделай так, чтобы все было круто. И купи мне гитару. Научи курить план. Не раскачивай землю, не буди поутру. Пиво простое, да проклинись, сушняк. В общем, сделай так, чтобы все было супер. С вами был шоу Балдежный подкаст. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под этим роликом. Всем пока. Слушайте новый релиз Лиды и, конечно же, альбом Руслана. Если вы смотрите все это, то, скорее всего, у Коли вышел клип. У меня сейчас тур. До свидания, друзья. Подписывайтесь на нас всех.